Факторы, сдерживающие успех На вопрос, зачем существую лично я Или в чем смысл моей жизни Или в чем именно мое предназначение В чем именно мое предопределение И в чем главная цель моего существования Если вы для себя не сформулировали письменно вот эту вот задачу То один из факторов, сдерживающих ваш успех Присутствует и он однозначно наличествует в вашей жизни Все люди, которые не знают ответ на этот вопрос Умрут нереализованными Второй фактор, сдерживающий успех Как вы думаете, что это может быть? Оказывается, этот фактор мы называем страх перед действиями Страх перед действиями Если человек движется в направлении какой-то заданной цели По жизненному пути И значимость этой цели для человека меньше, чем значимость тех препятствий Которые у него возникают на пути То он останавливается и бездействует Остановка это в принципе уже в каком-то смысле слово смерть Так вот страх всегда действует в качестве такой увеличительной линзы Специально нарисую здесь шарик, как надутый Такой, как линза Говорят, у страха глаза велики Дело в том, что если человек мыслит по типу А что если? А вдруг? Или, например, да, но Даже таких людей иногда в литературе называют Мистер да, но Да! Я хочу там работать, но вдруг я не понравлюсь Да! Мне хотелось бы это попробовать, но Может окажется более молодой кандидат Или может быть более талантливый Или более красивый Да! Мне хочется открыть свою фирму Но дело в том, что у меня не хватает денег Да! Я хотела бы попробовать, но время уже ушло Что стоит за этим многоточием? Страх Является мощным движущим началом в его жизни Это мощнейший сдерживающий фактор И человек не добьется успеха Потому что для того, чтобы вы проиграли Уже достаточно бездействовать Третий фактор Сдерживающий успех Это бездействие Человек знает, но у него фактор Д Отсутствует по определению Он все время откладывает на потом Еще один фактор мы назовем неверие Запишем себе этот фактор Как отдельно существующий агент неудач Отдельно существующий агент неудач Это неверие Человек действует, но вера как усилие воли У него не существует внутри Он допускает все время сомнения Он колеблется Вот есть такая поговорка Сомневающийся подобен волне ветром колеблемая Вот если вы такой человек Вы вроде бы и нацелились Вы вроде что-то и делаете Но внутри вот этот червяк Который постоянно заставляет вас Оглядываться назад Или прислушиваться к мнению людей Которые говорят Не получится Время уже ушло Образование не то Внешность не соответствует Связей не хватает То вы тот самый колеблющийся человек Которого шатает из стороны в сторону И малейшие неудачи Приведут вас к падению Урок номер один Большинство людей не в состоянии выдержать Даже первого отказа И мы запишем себе эту мораль Большинство людей Не в состоянии выдержать даже первого отказа Не важно что это Отказ на собеседование Или это отказ человека Который вам понравился Или это отказ жизни Или вы не поступили в вуз Любимый с первого раза И очень часто секреты успеха Скрываются в упорных А не в правильных и безупречных действиях Запишем себе Что упорство важнее правильности И важнее везения Потому что везение Оно эпизодично и случайно А упорство Дает нам определенную систему Еще один фактор Который приводит людей к неуспеху Это отсутствие любви И отсутствие внутреннего благородства намерения Любовь это не слюни И это не такое знаете Эмоциональное состояние Когда я добрая и пушистая Любовь это определенные действия Созидательные Направленные на людей Для этих действий Нужен определенный потенциал Определенные силы душевные И вера нужна Многое нужно для того Чтобы проявлять к людям действия любви Кроме того Фактор Б Запишем себе Это фактор внутреннего благородства намерений Если у человека есть потенциал Возможности Цель План Активные действия Даже может быть фанатичные действия Тем не менее Он будет погребен Под обломками собственной империи Если это такой типаж Как Гитлер или Наполеон Потому что когда Действия человека Направлены на разрушение Он не может быть успешным Итак наши цели должны носить Созидательный характер И мы запишем себе еще один Очень интересный фактор Незнание Специфической информации Про деньги Именно специфической информации Про деньги Когда голодранец Начинает интересоваться Деньгами Он обычно изучает Денежные приметы Что вот надо пересчитывать Денежки при луне Дескать После шести вечера Мусор не выносить А то деньги не будут водиться Что там еще говорят Одна женщина мне сказала Когда наливаешь чай И видишь пузыри Это к сплетням А пена Это к деньгам Нужно брать пену И втирать в теме Сразу чтобы к деньгам И вы знаете Такой парадокс У нее лысина была На темени Видимо она уже довтиралась В это место Пену Не поможет вам Ни метелка вверх Очень бывает Убого видеть Такие знаете Дома в которых Метелки вверх Стоят денежные деревья Отсканированные купюры Висят в рамочке На стене При этом Грязные засаленные обои Облупившийся стол Посуда С таким черным краешком Алюминиевые ложечки Вилочки с дырочкой Принесенные С соседней столовой Но венечек вверх Фэншуй Пространство Понимаешь Мы запишем себе Что все проблемы В башне И фэншуй должен быть Прежде всего В голове Не поможет Вот это вот Я скажу что Денежные приметы Изучение денежных примет Это детсадовская стадия В интересе человека к деньгам Детсадовская стадия Поэтому если вы заинтересовались Этим вопросом То бесполезно Привораживать Пытаться Деньги Они не придут к вам А что же такое Специфическая информация Про деньги Какие есть подозрения Вот куда инвестируют Свои средства И время Бедные люди Найти дешевле То есть они вкладывают Свои усилия в экономию Они готовы ноги до шеи стереть Чтобы найти Десяток яиц дешевле Для них организованы Сети магазинов специальные Еще куда они инвестируют Свои усилия Время Способности На черный день откладывают А еще они много детей рожают Обычно Вот есть такая тенденция Что чем беднее человек Тем больше он рожает детей Чтобы хоть один из них Содержал потом родителей в старости Некоторые Даже готовы рожать За те крохи Которые подбрасывает государство Субсидии на рождение ребенка Они не окупят Даже основных потребностей Запишем себе Обидно быть пушечным мясом Куда инвестируют Средний класс В образование Своей детей Еще куда Машины Гарнитуры Дачи Барахло То есть Средний класс Инвестируют в барахло Куда инвестируют Богатые люди В собственный бизнес В недвижимость Еще куда В так называемое Финансовое Образование Не просто В образование А финансовое Образование Речь не идет Об экономическом Образовании В чистом виде Это Некоторые знания Которых нет у бедных Между бедными И богатыми Находится пропасть И пропасть Эта проходит В мышлении Потому что Если разоряется Богатый человек Он сидит и думает Как разбогатеть А если разоряется Чернорабочий Он сидит и думает Как устроиться Снова на работу Чернорабочим рабочим. Все проблемы находятся в головах. Здесь я вам приведу классификацию людей, опять же, состоящую из трех основных типажей по отношению к деньгам. И у вас будет прекрасная возможность понять, к какому типу относитесь вы. По философии отношения к деньгам людей можно разделить на тип первый голодранец, тип второй негодяй и тип третий богач. Я подчеркиваю, что это не по количеству имеющихся денег. Вот говорят так, богатый человек это тот, который тратит не все, а счастливый тот, который не только на себя. Понятие богатства, оно очень многогранное. Некоторые считают, что это неправильная позиция, что быть богатым это значит покупать все, что я хочу. Тогда прекрасный способ разбогатить это хотеть поменьше. Сделать свои желания скромными это значит меньше работать, больше иметь свободного времени. И понятие финансовой независимости, когда некоторым людям задаешь, что такое финансовая независимость. Они говорят много денег, до меня душит смех. Финансовая независимость это возможность жить так, как вы привыкли, не работая. Запишем себе это. Финансовая независимость подразумевает возможность жить на том уровне, на котором вы привыкли, не работая. Если, например, у вас нет сбережений или активов или бизнеса, который приносит вам доход, и вы вынуждены работать каждый день, чтобы получать деньги, это есть абсолютная финансовая зависимость от общества, работодателя и состояния своего тела. Потому что стоит вам устать, изнемочь, заболеть или захотеть в отпуск. Или подумать, например, о том, о сём. Посидеть, знаете ли, так, философствовать о жизни, когда всё хорошо и ноги в тепле у камина, и ни в чём не имеешь нужды. Но у тебя нет такой возможности, и ты вынужден вкалывать, для того, чтобы получать деньги, их проедать, одеваться, оплачивать жильё, транспорт и всё остальное. Это есть абсолютная финансовая зависимость. Голодранец именно в ней и находится, потому что он тратит всё, что зарабатывает. Я выдаю вам величайший секрет голодранничества. Он заключается в том, чтобы проедать всё, что у тебя есть. Неважно, сколько ты заработал. Заработал тысячу рублей, надо её потратить. Заработал пять тысяч рублей, надо их потратить. Заработал пятнадцать, надо потратить. Тридцать, потратим всё под ноль. Причём голодранцам свойственно тратить деньги в голове ещё до того, как они их получили. Они ещё не получили стипендию, но они уже знают, куда они её спустят. Они ещё не получили зарплату, но они уже мысленно её поделили там, это на вещи, это на то, это на сё. Они мысленно уже проели свою зарплату. То же самое иногда говорят в отношении некоторых неудачливых предпринимателей. Говорят так, что этот человек проедает прибыль. То есть он её не инвестирует в развитие бизнеса, а он её тратит исключительно на пожить. Вот эти вот люди катятся по жизни вечным финансовым нулём. Они получают доход или зарплату, или там что-то, деньги в виде укола. Получил, потратил, пришёл к нулю, получил, потратил, пришёл к нулю, получил, потратил, пришёл к нулю. До следующей порции, до следующего поступления денег. Поскольку через их руки проходят только скромные, очень маленькие финансовые ручейки, согласитесь, на 500 долларов ничего великого не совершишь. то в конце жизни их ожидает вот это, и никаких достижений. Ну, правда, обычно на гроб отложено уже, гробовые уже лежат, памятники стоят в гаражах. А все почему? Потому что человек проедает то, что у него есть, и он не готов себе ни в чем отказывать. Он считает, что откладывать – это себя обкрадывать. Если вы встречаете людей, которые говорят, что у них нет возможности откладывать, потому что надо и одеться, и за детей заплатить, и еды купить, и транспортные расходы, и все такое прочее, знайте, перед вами голодранец. Голодранец всегда найдет возможность купить шикарный сотовый телефон. Алло, говори, быстрее деньги заканчиваются. Но у него шикарный телефон, он нашел возможность купить, значит, у него была возможность отложить. Зачем? Он найдет возможность прокуривать пачку Кента в день. Да, это один доллар. Значит, он мог бы отложить 365 долларов в году и использовать на то, чтобы поехать в турецкую страну, 3 звезды на 5 дней. Но он говорит, у него нет возможности отдыхать за границей. У него только есть возможность курить. Поэтому мы запишем себе, курение – это удовольствие для бедных. Курение – это удовольствие для бедных. Дешевое удовольствие для бедных. Негодяй – это человек, который тратит больше, чем он зарабатывает. Голодранец, по крайней мере, честный и трудящийся. Если он берет в долг, он старается вернуть. Негодяй – это человек, который вынужден подсаживаться на хвост к другим. Лохотрон, казино, грабеж, насилие, убийство, вымогательство, взяточничество. И все, что с этим связано, желание производить деньги, создавать рабочие места, создавать работу, отсутствует, но желание пользоваться очень большое. Надо сказать, что негодяи формируются в основном из голодранцев. И негодяйская природа проявляется у людей обычно в детстве, еще в подростковом возрасте. Люди с тенденциями негодяя запросто ходят в гости поужинать. Они готовы терпеть неприятное общество ради того, чтобы там в гостях поесть салатик. Грустно. Эти люди прожигают свой потенциал, а эти обычно находятся в услужении у других. Мы запишем себе грустную мысль, которая будет для нас являться отрезвляющей. Большинство людей ничего не достигнет, потому что они потратят все свои силы на достижение целей других людей. Большинство людей ничего не достигнет, потому что потратят все свои силы на достижение целей других людей. А почему? Потому что другие люди думали, структурировали, записывали, планировали, анализировали, а ты просто жил. И тебя занесло куда занесло Богач Человек, который тратит Подсказывайте мне Меньше, чем заработал Всегда Умение жить скромнее того уровня Который ты можешь себе позволить При этом, если человек имеет Наклонности богатого человека Он уже студенческие годы Откладывает свою стипендию Для того, чтобы По окончании вуза Распорядиться своими средствами По своему усмотрению Это не имеет значения, что это будет Приобретение автомобиля или что-то другое Обычно эти люди уже планируют Создание какой-то своей конторы Своего бизнеса Большинство предприятий, которые сейчас Люди начинают замечать Вот там, какая большая фирма 100 человек в офисе работает Или 1000 рабочих на заводе А с чего она начиналась? С того, что двое выпускников Сняли на имеющиеся у них средства Помещение полуподвальное Поставили там взятый в аренду Старый ксерокопировальный аппарат Оказывали консультационные услуги Населению Заодно документы копировали Потом еще кого-то себе в помощь Взяли работать Потом еще и еще Каждую заработанную копейку Вкладывали Расширялось помещение Увеличилось количество рабочих мест А другие трудящиеся Приходили на эти рабочие места И говорили, как все плохо Наверняка у них-то есть деньги Связи, возможности Другим-то повезло А то, что я страдаю Это жизнь виновата Это очень интересная позиция Запишем в себе оправдание Это слова, которые произносят неудачники Чтобы быть правыми в глазах своих Есть еще четвертая категория людей Которая называется ЧП Но это не частный предприниматель Это честный придурок Он тоже тратит меньше, чем зарабатывает Но он копит При этом не зная на что У кого-то это на черный день У кого-то это просто в баночку Резиночкой перевязанные деньги Человек не имеет конкретных планов и целей Он просто отказывая себе во всем Складывает в чулок К вопросу о богачах Запишем себе богатство Это состояние ума В слове богач Корень бог Точно так же, как в слове богатырь Корень бог Произошло от двух слов Богатырить Тырить в старорусском языке Значало увеличивать Накапливать Приобретать Позже приобрело оттенок Воровать Богатырь это человек В котором много божьего Топнул Ножкой по земле Земля и рассталась И в слове богач Все тот же корень бог А кстати в слове работа Корень раб Поэтому когда человек работает Много и неэффективно Мучается и страдает А денег у него нет Нужно признать Что он делает что-то не то Или что-то он как-то работает неэффективно Или надо работу менять В общем надо задуматься Если вы стараетесь из кожи лезть Изо всех сил А ничего не меняется Надо поменять место работы